здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русский холан я вас приветствую на канале иванова наука в сегодняшнем видео я отвечу на несколько таких фото и видео вопросов присланных мне для дачи экспертного заключения по проблемам которые были связаны с выращиванием томатов давайте посмотрим ведь я очень хочу чтобы вы научились самостоятельно определять проблемы и знали пути их решения для самого лучшего результата по выращиванию урожая и так первая проблема довольно необычная она связана скорее всего вот эти деформации связаны либо с попаданием остаточных гербицидов может быть опрыскиватель был плохо промыт либо же это может быть связано с сносом ветром либо может быть связано с мульчированием соломой которая несет в себя остатки гербицидных препаратов используемых на зерновых растениях как мне кажется следующее фото также в полной мере описывает ту же самую проблему вот такие деформации весьма и весьма характерны для гербицидных повреждений на следующем наборе фотографий мы можем видеть довольно не часто встречающиеся заболевания которое называется белая пятнистость или септариоз септариоз может проявляться на листьях реже на черешках стеблях и чашелистиках но даже на этих вот веточках плодовых он тоже может проявляться причиной септариоз является в первую очередь загущенность посадок и высокая влажность гораздо чаще септариоз поражает растения в открытом грунте чем защищенным использование биологических препаратов использование препаратов меди своевременное удаление нижних листьев не отсутствие переливов является залогом борьбы и отсутствие вот этого заболевания септариоз надо сказать чтоб септариоз большей степени опасен в молодом возрасте потому что не дает развиваться растениям если же септариоз появляется когда нижние кисти уже начали созревать то он практически не влияет на урожайность потому что он будет просто вызывать отмирание нижних листьев то что вы должны были бы и так сделать их удалить но запускать септариоз не нужно следующий набор фотографий связан с фитофторой очень актуальным заболеванием с фитофторозом коричневые пятна по краям листьев неправильной формы без желтой окантовки с белорисоватым таким мицелием в условиях повышенной влажности это конечно все она фитофтора фитофтору отличают также пятна на стеблях точечки сливающиеся пятна вот такие неправильные формы с быстро высыхающими листьями конечно с фитофторой борьба должна вестись очень активно мы много говорили о фитофторе о разных способах борьбы с фитофторой и здесь конечно надо отметить что если вы в теплице нашли какую-то область которая уже начала поражаться фитофторозом это может быть влажный холодный угол это может быть где-то где плохо проветривание идет это может быть весьма и весьма чувствительный сорт хотя сортов устойчивых светофторозу нету по с полной абсолютно устойчивость ну последнее время только какие-то сообщения либо же трансгены то есть очень восприимчивая сорта то мой совет конечно в условиях когда теплица абсолютно сухая такие растения удаляете сразу же из теплицы и все 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 вокруг обрабатываете и здесь при препараты биологические на основе сенной палочки триходерма в землю потому что сыпется этот фитофтор фитофтороз и сыпется изооспоры эти ну все 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 то есть почва должна быть обработана триходермой весь верх у всех растений должен быть обработан сенной палочкой только так вы сможете изгнать или другими способами их очень много я них очень очень много говорил следующий набор фотографий это конечно очень опасное заболевание видите идет высыхание листьев но совсем другое с таким как бы немножко соломенно розоватым оттенком высыхание отдельных листьев целых растений это заболевание называется фузариоз фузариозное увядание но нередко посещает наши теплицы и люди его путают с фитофторозом при этом симптомы как видите совершенно другие это трахеомикозное заболевание бороться с ним надо начиная с высадки рассадой тоже вы у нас есть видео на тему трахеомикозов на тему увядание как фузариозных так и вертицелезных посмотрите на канале следующий набор фотографий связан с болезнью о которой я уже говорил это не кладоспариоз хотя ну можно перепутать достаточно легко это заболевание которое называется альтернариоз и вот эти вот концентрические пятна они очень выдают альтернариоз тоже у нас есть видео посмотрите пожалуйста как бороться с альтернариозом тоже биологические препараты весьма и весьма эффективны следующая фотография более такая сложная проблема это бактериоз фунгицидные методержащие препараты против бактериозов не действуют обратите внимание на характерные отличительные черты довольно меленькие пятнышки с мощным желтым ореолом которые появляются больше с краю листа с кончика листа как мне мелкая сыпь такая это бактериоз скорее всего псевдомоносеринга очень часто встречающийся патоген на разнообразнейших растениях проявления этого заболевания могут быть разными но здесь достаточно классическая мелкие пятна с мощным желтым ореолом такие пятна вас должны очень настораживать фунгициды как я уже сказал не действуют единственные здесь способы борьбы это ну проветривание агротехнические мероприятия это все понятно из обработок это препараты сенной палочки номер один это антилус это бактоген это гомоир пожалуй вот эти препараты являются наиболее действенными обязательно боритесь с этим заболеванием иначе она может уничтожить ваш урожай начинается она вот так простенько а потом развивается в целую большую беду и вот такой еще набор фотографий это плоды томата с белыми прожилками с белыми такими тяжами под кожурой смотрите какие они сильные могут быть в центре все это имеет несколько причин ну во-первых надо сказать что есть сорта с такой особенностью это в первую очередь сорта промышленного типа долго хранящиеся с мощной вот такой вот тканью проводящий и в любительских теплицах для любительских сортов причины такого явления может быть недостаток калия недостаток калия может быть элементарным его просто не хватает в почве надо сделать подкормки зольные подкормки с уксусом сульфат калия ну весь тот набор о котором мы говорим и говорим на канале он может быть также связан с избытком азота у жирующих растений частенько так бывает при этом если вот например говорят все нормальные а вот этот ненормальный то это скорее всего сортовая особенность либо повреждение корневой системы калий усваивается плохо то есть надо делать мероприятие по стимуляции роста корневой системы и конечно лучше всего это было делать до начала плодоношения надо было стимулировать корневую систему вот у какого-то одного растения если это проблема если это по всей теплице проблема желтые плечики помидоры неравномерно созревают стяжи такие белые дубоватые такие плоды значит это по всей теплице надо организовать нормальную хорошую подкормку калием и снизить дозы азотных удобрений что же используйте это видео для того чтобы в каком-то спорном не совсем ясном случае обратиться к нему с тем чтобы определить точно что у вас за проблема и какова стратегия ее решение выпуски будут продолжаться на этом я прощаюсь с вами до встречи